привет дорогой зритель ну кое-как подсветку соорудил из фонарика которым пользуюсь на рыбалке и собственно говоря хочу вам сделать обзор на распаковку я не стал делать сделать обзор на bosch вера кап 100 в обязательном порядке здесь приходится держать чашку для слива воды потому что она постоянно любит себя промывать собственно говоря все до безобразия просто сюда льем воду видно там есть вода сюда засыпаем зерновой кофе и вот данный финтифлей мы можем еще дополнительно менять степень помола данной кнопкой можно менять крепость кофе и собственно говоря не так много остается первый индикатор отсутствует вода второй индикатор слейте жидкость и уберите кофе далее есть эспрессо грубо говоря американо капучино лата макеата и вспениватель молока так что мы вам покажем давайте я вам покажу как делается например лата макеата делается он довольно просто опускается вспениватель можно данную еще финтифлю понизить для того чтобы мимо чашки не пропадала и собственно говоря нажимается кнопка производится помол кофе видно как она уходит потихоньку вниз и понеслась после каждого капучино либо латте макеата необходимо снимать вот эту писюльку отсюда идет парк это нормальное явление и и и и и Вспенили. Ну, собственно говоря, финтифлю можно поднять, пускай с нее постекает пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно говоря, лата макиято, судя по всему, готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас я вам покажу следующую вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как его чистить? Достаточно интересный вопрос. Когда загорается надпись «Calk and Clean», в данный момент она не видна. Но если выключить... Кстати, при выключении сейчас увидите, почему я сюда ставлю чашку. Потому как он достаточно нехило так промывает все это дело. И после включения у нас будет гореть «Calk and Clean». Я покажу, как им, собственно говоря, пользоваться. Ты промываться будешь? Игей! О! Он еще и трубочку, видите, вот раз промыл. Потому как мы делали латте. Ну, в общем, прилично воды наливается. Если чашку здесь не держать, представляете, как часто придется выливать поддон. Пойду, накерну кофеечку и, собственно говоря, вернусь. Так, ну, кофеечку навернул. Давайте посмотрим, как это выглядит. Собственно говоря, процесс включения. И, ребят, сейчас будет акция на нее. Будут они опять по 20 тысяч рублей. В Тмоле. Ну, как бы, это очень хорошая цена, учитывая, что везде там минимум 30-ку они стоят. Поэтому, если такую штукенцию вы хотите себе под Новый год, то очень рекомендую. Мне нравится. С кофем только еще определиться надо. Понабрал разного разнообразного. Как и больше подойдет, не знаю пока. Итак. Вот у нас засветилась Каликен Клин. Это говорит о том, что надо ее прочистить. Нажимаем кнопку. Подержали 5 секунд и понеслась. Говорит, открой, говорит, меня. Блин. Чашечку сюда. И показываем, что у нас тут есть. Не шибко много. Сюда у нас падает кофе. Сюда у нас все остальное капает. Вернем фонарик. Значит, если поднять и вынуть вот эту штукенцию, то, ребят, вот сюда вот. Сейчас поверну, блин. Как же неудобно все это делать, снимать. Ужас просто. Сюда вот по-хорошему надо ставить специальную таблетку. У меня сейчас их нету. Я бошевские смотрел. Что-то они стоят каких-то там непонятно высоких денег. Поэтому я вот закажу скоро ерундистику. Одну тоже ссылку в описании, наверное, положу. Вполне они подходят и стоят гораздо дешевле. Значит, что мы делаем? Мы делаем довольно простую вещь. Ах, опять фонарик нужен. Выкидываем вот это раз. Выливаем вот это два. И возвращаем все на место. Сейчас вернусь. После того, как мы все это дело почистили, берем вот такие вот оригинальные таблетки. Ну, либо аналоги. Наливаем воды вот по рисочку. Видите, риска 0,5. И кидаем туда таблетку. Если вы кинете тепло, она быстрее растворится. Очень сильно она напоминает мне, в данном случае, Арл Козельцер. Ну, в общем, растворяется достаточно быстро. Туда порошочек оставшийся. Вот. После того, как она растворится, поставить надо будет штатно. Ну, если быть точнее. Мы закрываем крышку. И он следом нам показывает. Дай воды. Соответственно, как только у нас сейчас растворяется таблеточка, мы вставим этот резервуар туда. И, собственно говоря, всю покажу. Скоро вернуть. Таблетка наша растворилась. Жидкость, вода. Ну, теперь уже какая-то жидкость принято. Так, голубоватого цвета. Мы ее вставляем. Вставляется все это дело до безобразия. Просто. После чего закрывается крышечкой. И, что немаловажно, сразу ставится вот сюда большая емкость. Ну, как минимум на пол-литра, которую вы налили. Нажимаем еще раз кнопку калькан-клин. И пошла долгая, нудная процедура очистки, которая будет занимать там где-то в совокупности порядка минут сорока. Причем, периодически нужно будет определенное действие делать. Вмешиваться во весь этот процесс. Ну, то есть, он сейчас начнет прочищать от образования известковой вот этой вот фигни. Начнет промывать место подачи кофе. Ну, и так далее. И тому подобное. Ну, в общем, посмотрим, что из этого будет происходить. Ну, вот, собственно говоря, первая первая остановка, которая говорит о том, что вылить и все лишнее изнутри. Да, чтоб тебя. Открываем, выливаем и заново нажимаем. Ну, и сразу же поправка. После того, как открыли и вылили все лишнее, он просит воду. Вода у него, видите ли, закончилась. Нальем воды. Сразу бак еще заодно был ополоснут. И, собственно говоря, налита простая вода. Так, ну что, мы поморгали, а что-нибудь другое будет, не будет? Надо что-нибудь нажимать. Да, после нажатия все заработало. Пошла промывка всего и вся. Что, все, что ли? Или еще будешь промывать? Вот плохо, нет. Дальше сам все-то промывает. Повернемся к нему позже. Ну, а, собственно говоря, на этом-то и все. Остается выбрать то, что ты хочешь. В моем случае, это кафе-крема. Он же американо, по большому счету. Я посмотрю, что из этого получится. Как ни странно, получится кофе. Давай спойлер наберем. Так что, на прочистку ссылку положу и на оригинальные таблетки, и на аналоги. В принципе, их, скорее всего, будет хватать. Ну, а также на саму кофемашину. Ну, подлавливать ее надо по акции. В описании акционную цену, опять же, вам скажу. Доставка у них, в этом случае, как правило, бесплатна. В любую точку нашей страны. Ну, и белорусам, опять же, будет удобно. У нас же нету налогов на доставку из Москвы. Как что-то, мол, хорошая штукенция. Иногда. Кошак-то, как громко кушает, ужас какой-то. В общем, вот такая вот кафе крема с пеночкой. Ну, и ладно. Пошел я с сырниками кушать. Всем пока.